В общей сложности семь гуманитарных коридоров открыты в Алеппо для мирных граждан и для боевиков, пожелавших сложить оружие. Причем можно и выйти, и вернуться, если есть такая необходимость. Город остается, пожалуй, самой горячей точкой на карте Сирии. Там работает наша съемочная группа, репортаж Клима Санаткина. Эта улица, по сути, и есть линия соприкосновения. Вот за этой насыпью, за забором, примерно в 100 метрах отсюда, находятся позиции террористов. В определенные часы здесь становится тихо, и этот участок превращается в дорогу жизни. Они бегут от войны. Около 70 женщин и детей ранним утром покинули оккупированные боевиками территории. До конца не верят, теперь в безопасности. Рассказывают, как удалось бежать. Женщины не сдерживают слез. Мы бежали ранним утром. Боевики угрожали, что убьют нас, если кто-то пойдет через коридор. Там невозможно было находиться. Мы рисковали жизнями. Несколько часов в темноте, перебежками. Сейчас мы в безопасности. Я бесконечно рада, что среди своего народа. Первая проверка еще на подходе к коридору. Нет ли взрывчатки и оружия. На крышах солдаты обеспечивают прикрытие. Люди показывают, мы мирные, все в порядке. Всю ночь мы мучились, пока смогли добраться сюда. Террористы препятствовали нашему выходу. Мы жили в аду. Они нас унижали, били, заставляли на них работать. Это не люди, а чудовища. В их сердцах нет никакой жалости. В руках листовки с описанием, где находятся гуманитарные коридоры и в какое время можно пройти. Эти инструкции своеобразный пропуск в мирную жизнь. Их продолжают сбрасывать с самолетов над территориями, где орудуют боевики. Сурия, Руссия, Вахат. Сирия, Россия едины. Восторженные крики встречающих. Их родные и близкие теперь в безопасности. Тут же оказывают медицинскую помощь. После отправляют в центры гуманитарной помощи. Это бывшая промышленная зона. Когда в Сирии началась война, эта территория превратилась в жилой район. Сейчас здесь находятся беженцы. Есть еще много свободных сооружений, а значит и возможность принять новых людей. Залюх Мухаммад бежала из восточной части Алеппо. Главное, что семеро детей теперь в безопасности. Значит, есть будущее. Школы не работали, дети боялись выйти на улицу. Мы постоянно были в страхе, что в дом ворвутся террористы и убьют нас. У Асселя Мухаммад через гуманитарный коридор удалось провести только троих своих детей. Еще четверо остались там. Их схватили террористы. Я не знаю, что с ними. Верю, что живы. С ними нет никакой связи. В районах, откуда мы бежали, нам запрещали пользоваться телефонами. Таких людей, как у Асселя, у которых на территории зла остались родственники, еще десятки тысяч. Эта женщина приходит к гуманитарному коридору каждый день. Надеялась, что среди беженцев найдет дочь. Но бежать, похоже, не удалось. Обязательно придет завтра. Надежда остается. Клим Санаткин, Вадим Денисов, Илья Репнин. Первый канал. Алеппо и Сирия.